На открытие памятной доски Владиславу Луконину собрались десятки людей, родственники, друзья, сослуживцы, учителя. 24-ю гимназию в Свяжском районе он окончил в 2016 году. В 10-м классе решил пойти в десантники. Школьный хорошист окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище с красным дипломом. Вскоре после выпуска Влад отправился в первую боевую командировку в Сирию. Оттуда молодой лейтенант привез свою первую награду и звание старшего лейтенанта. Дальше Украина. 7 марта гвардии старший лейтенант ВДВ погиб при исполнении воинского долга. Ему было всего 25 лет. К сожалению, уходят лучшие из лучших, рано, имея планы, планы на жизнь, имея семьи, имея своих собственных детей. Владика Токласкова называли его в школе, учителя запомнили, как общительного и справедливого. Он всегда умел дружить. Как рассказала директор Элла Владимировна, после окончания школы он поддерживал связь с одноклассниками и часто заходил навестить учителей во время своих отпусков. Даже подготовил школьный отряд к выступлению на городском смотре «Строя песни». Тогда, благодаря ему, команда гимназии заняла второе место. В памяти он в моей остается, его образ именно школьника, каким я его знала. Очень подвижным, очень веселым, очень позитивным, умеющим критически мыслить, анализировать. Потому что, естественно, в ходе взросления мальчишке бывают абсолютно разные ситуации. И именно такой добрый, улыбчивый он останется в памяти каждого из нас. Владислав Луконин был посмертно награжден Орденом Мужества. Сыном, мужем, отцом и другом гордятся его родные и близкие. Честь и слава всем парням, которые приняли присягу и сегодня выполняют свой воинский долг. Вот это и есть героизм. Героизм может быть дома, в быту, на фронте, везде. Везде есть место подвигу и героическому поступку. Когда просто человеку плохо стало на улице, и ты не прошел, а обратился, вызвал скорую помощь, помог, выточил, это тоже героизм. В память о герое журналист студии «Арсенал» из Дазельского дома «Ульяновская правда» Владимир Коршунов снял документальный фильм. Автор собрал воспоминания тех, кто лично знал Влада. Работа была отмечена на международном кинофестивале кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой от всей души. Анна Тищенко, Улправда ТВ.